Не успели жители Подмосковья порадоваться первому дню весны, который выдался довольно солнечным, как зима снова заявила о себе. Вечером 1 марта начался снегопад, который продолжался всю ночь. В итоге от весны не осталось и следа. Были ли готовы коммунальные службы к такому повороту? Мы всегда готовы, потому что за каждым домом закреплены люди. То есть на каждый дом дворник есть всегда. То есть у людей, уже выходя на работу, уже очищено. Пусть может быть не полностью, но люди выглядеть могут спокойно. За прошедшие сутки выпало больше половины осадков от месячной нормы. Поэтому для борьбы с последствиями снегопада пришлось задействовать много техники и людей. На сегодняшний день с пяти с полшестого утра выехало 11 тракторов белорусов, два бабкета и GCB. И они распределены по всем микрорайонам, которых мы обслуживаем. Больше 120 дворников работает на территории. Работу коммунальных служб осложняет то, что снег мокрый. Оттого он намного тяжелее. И если технике это не мешает, то для человека, работающего лопатой, уборка превращается в тяжелый физический труд. Плюс давняя проблема. Стоящие на дорогах и во дворах машины, под которыми все очищается вручную, из-за которых тракторы иногда просто не могут проехать. Эти проблемы замедляют процесс работы. Но многие жители понимают, что избавиться от снега сразу и везде невозможно. Очень хорошо служба работает. С утра уже в пять часов слышишь, как скребут около подъезда. Нет, нет, у нас службы замечательно работают. Сильных снегопадов на территории Москвы и Подмосковья синоптики больше не прогнозируют. Но это не повод расслабляться коммунальным службам. Ведь близится весенний поводок. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.